Опять Интерскол. А где же Бош, где Макита, где Метаба, где Девольт? У Боша склад пустой, у Метаба склад пустой. У Макиты? Ну Макита вроде как обещает нас к ноябрю так вот завалить Макитой к концу ноября. Это большое поступление будет, ну просто завалим Макитой. Хотя они обещали, что это будет в конце октября, но не получилось. Но сейчас мы ждем до октября и потом я сделаю видео. Был чпок у Макиты, либо не было чпока. Что касаемо Девольта, ну я думаю тут все понятно. И почему Интерскол? Вы поймите, я не просто блогер. Я занимаюсь, как вы знаете, и ремонтом, и продажей инструмента. И с Интерсколом, вот посмотрите, это 12-й год. Сертификат 12-й год, сертификат 12-го года. 2009-го я просто не нашел. То есть я с этими компаниями работаю очень и очень давно. Вспомните 17-й год, когда у Интерскола было все плохо. Я так же как Метаба сейчас сказал, то есть отказался от гарантийного ремонта Интерскола. То есть уже начались проблемы. И видео снял. И рассказал, что это банкротились. Но сейчас все поменялось. Все поменялось. Сейчас Интерскол лоялен как никогда. Вот эти вот бренды сейчас у него, этих четырех брендов сейчас проблемы. Интерскол пытается занять место на полках, которое он упустил. То есть Интерскол тогда упустил свои места. И сейчас он пытается это все занять. И сейчас Интерскол лоялен как никогда. И у него есть топовые позиции, как вы уже поняли. Мини Макс. Думаю, будет шуруповертом года. Да, это уже кто видел, увидел. У нас, сказать, обновленная модель. Мы сами сюда шпиндель от повара Макса Метабовского ставили. И довольно-таки прикольно получилось. Это топовый шуруповерт. Он стоит этих денег. Стоит этих денег. Никто еще не сказал, ой, фу, говно, как бы он этого не стоит. Он реально стоит этих денег. И поэтому, как бы, сейчас будет много Интерскола. И будет также много Зубра. Кстати, по Зубру, когда у Интерскол начались проблемы, Зубр занял место Интерскола. Они снизили цену, чтобы мы поняли, что место освободилось на полках в магазинах. Но Зубр не всегда такой был доступный по цене, как сейчас. Они вместо Интерскола стали заходить на рынок. И вот сейчас Интерскол хочет восстановить свои позиции. И поэтому, если вдруг у кого проблемы, купили что-то, даже не у меня. Где-то купили Интерскол, вдруг какая-то проблема возникла. У них есть служба поддержки, которая обрабатывает каждое сообщение. То есть они реально нормально реагируют. И поэтому обращайтесь. Этот вопрос будет решен. И будет решен очень сильно. Ладно, что все у нас будет? Сегодня у нас будет обзор на аккумуляторный гайковерт компании Интерскол. У меня как-то он не сильно шибко зашел, как вот эти шуруповерты, в плане продаж. Но если мы возьмем общие продажи, вот этот гайковерт довольно-таки нормальный шуруповерт. Гайковерт. Этот гайковерт довольно-таки нормально продается. Он подписан на телегу. Мы там показывали уже. Он даже в прадике раскручивал колеса. Но перед обзором давайте подведем итоги конкурса. Где был у нас конкурс на самый популярный комментарий. Тогда я приз также не озвучил. Приз у нас будет аккумуляторная отвертка. Ну и естественно Интерскол. Кузя, Кукуру, Взят, пишите, пожалуйста, на почту, которая будет указана внизу в описании под видео. Не отпишешься в течение 7 дней, мы данную отвертку разыграем повторно. Кому не повезло, не расстраивайтесь. Сегодня у нас будет немножко другой конкурс. Он будет обыкновенный. Лайков, подписов, комментов. И да, кстати, еще раз о них-то уже забыли. Я не сообщаю тем, кто победил. То есть такие вот халяные подписчики, лишь бы на все подряд подписываться, тут не нужны. Не нужны. Мы не боремся за количество подписчиков. Очень много, очень много. Их можно тут нагнать очень-очень много. Но мы хотим, чтобы здесь были люди, которые непосредственно интересуются тематикой инструмента. И вот такие вот залетные люди. Вот типа, а сейчас все подписался. Буду ждать, а вдруг повезет. Нет. Я просто хочу, чтобы данные призы получали подписчики, которые смотрят данное видео. По поводу приза. Будет что-то тоже из инструмента, также не скажу. Ну, не отверточка такая, ручная будет. Также будет что-то более-менее стоящее. Лайков, подписов, комментов. Ну, а мы переходим к обзору. И в начале видео хотелось бы высказаться против тех комментаторов, которые сейчас будут писать. А вот на Алиэкспрессе дешевле, там за 2000 рублей можно взять такой же гайковер. Покупайте, покупайте. Только вот сейчас вот возьмите и подумайте. Если, как бы, да, они там популярны. Большая масса людей хочет их там покупать. Почему их тогда не продают торгующие организации? Ну, я вот как барыга, там торгаш. Почему я эти гайковерки не вожу? Кроме там что-то что-то запрещает. Мы можем ценник еще дешевле сделать, чем они там. Мы возьмем оптом. Я не буду, типа, так вот уходить. Я их тут буду пиарить. Почему? Какая? Какая причина? Да причина очень простая, блин. Гарантийном обслуживании. То есть, если на Алиэкспрессе вы там купили это. Все, прошло там 7 дней. Все, максимум в этом плохой отзыв напишите. Поломался, либо еще что-то. А потом просто-напросто смиритесь, выкинете его и все. Здесь, если вы это купите у меня, вы же ко мне назад притащите. Вы же начнете там во всех соцсетях строчить. А вот сломался. А вот надо бы ремонтировать и так далее. Просто для торгующих организаций, кто не понял, риск очень велик. Покупать такой товар и продавать здесь. Потому что он начнет ломаться и что нам с ними делать? Ремонтировать его что ли? Ладно, давайте обзор. Как себя начнем с комплектации? Поставляется гайковерт картонной коробки. Гайковерт у нас идет чисто от тушка, без аккумулятора и зарядного устройства. И поэтому выгоднее будет покупать у кого уже есть шуруповерт на 18-вольтовой платформе от Интерскола, на 18-вольтовой платформе АПИ. То есть аккумуляторы у них взаимозаменяемые. Также можно посмотреть отдельные аккумуляторы. Некоторые редиски на определенных маркетплейсах я вот встречал по 1200, кажется, вот такой вот аккумулятор продавали. Зарядка в районе 1500 стоит. Ну и естественно у комплектации есть клипсы для крепления гайковерта на поясе. Есть гайковерта с аккумулятором 1,5 Ач, а 1 кг 428 грамм. У гайковерта есть два режима работы. Один режим просто крутится, то есть основной режим. Если нажимаем, загорается вот такая зелененькая лампочка F. То есть на откручивание он вроде как откручивается и останавливается. Но это только на холостую. То есть под нагрузкой он себя будет вести немножко по-другому, он не будет останавливаться. Это функция на сриф и откручивание. Затянули мы гайку, к сожалению, ударной головки у меня нет. Ну, в принципе, один раз можно. Откручиваем. Тут не сильно было видно на пальцах. Объясню, для чего эта функция нужна. То есть вначале он не останавливается. То есть здесь останавливается на холостой. Когда под нагрузкой он вначале гайковерт прилагает максимальную очередь и усилие. То есть срывает гайку. А потом уже потихоньку ее выкручивает. То есть можно сказать деликатное выкручивание. Гайковертная ручка с резиновыми вставками оборуды регулируются путем нажатия на выключатель. Также есть светодиодная подсветка. Включается при нажатии на выключатель. А потом через какое-то время выключается. Квадрат у гайковерта на одну вторую. Максимальный крутящий момент 350 ньютонов. Скорость без нагрузки от 0 до 2300 оборотов в минуту. Гайковерт у нас 18 вольтовый. Сделанный в Китае. Но скоро довольно-таки большая номенклатура инструмента Интерскол будет производиться в России. Вот поэтому надпись на стендах сделана в России. То есть такие стенды дали сейчас всем дилерам. Ну чтобы потом наклейки не менять. То есть они сразу написали сделано в России. Потому что Интерскола сейчас государство очень хорошо профинансировало. Очень хорошо. И они расконсервировали. Да, расконсервировали. Сейчас идут пусконаладочные работы на заводе. И я думаю через месяц может быть даже будет и сюжет с этого завода. Теперь мы разбираем. Открутили. И разбираем. И вот собственно наш гайковерт изнутри. Электронный блок, выключатель, бесщеточный двигатель и механическая часть. Разбираем. Якорек. В эту сторону. Якорь погрубнее. Обыкновенный маленький магнитный якорь на подшипниках. Статор. Тоже все стандартно. Шесть катушек. Обыкновенный стандартный выключатель. И электронный блок. Частично он залит. А вот здесь ничего не залито. И электронный блок у нас идет отдельно от выключателя. И механическая часть. Здесь все стандартно. То есть как в обычных гайковертах. Для тех кто недавно подписан на мой канал. Гайковерты, смазки кладут вообще по децилу. То есть ее чуть-чуть сюда. Здесь ее много не надо. Вот это вот немало смазки. Это нормально смазки. Так делают во всех гайковертах. В аккумуляторных, в сетевых. Здесь смазки вообще чуть-чуть кладется. Чуть-чуть кладется. Я так подумал. Давайте какая-то твердость замерим. Приборчик-то есть. По Раквеллу. 51. 53.5. Думаю всем понятно, что это не силумин. На приборе свечом у меня даже есть аттестация. И в конце как всегда пару слов об инструменте. Вы ничего странненького не заметили. Обычно я во всех своих обзорах называю цены на запасные части. Сейчас я стал смотреть цены на запасные части на данный гайковер. То есть он деталировочку распечатал. Но мы сейчас посмотрим. Сейчас опять целой удивимся. Потому что Интерскок сейчас на запасные части делает очень маленькую наценку. То есть запчасти стоят довольно-таки недорого. Как дисковый. Помните там электронный блок, кажется, чуть полторы тысячи рублей стоил. Ну что-то было очень-очень дешево. А тут я начал смотреть запчастей NET. Ну бывает такое. Может быть это связано с тем, что это как бы новинка. То есть она зашла летом. Может быть запчастные части еще не успели подъехать. Я не знаю с чем это связано. Но я уверен. Уверен на 99% что к Новому году на данный гайковерт будут запчасти. И стоить они будут недорого. И в знак того, что скажут, аааа, вот типа ляпнул. Смотрите, я бы мог сказать, что вообще промолочает эту тему. Сказать, вот покупайте нормальные. Запчасти есть. Все есть, все есть, все есть. Но потом, если кто-то бы это купил, что бы он потом мне бы написал? Я там начался, вот такие движухи. А вот и сказал, что есть запчасти. А я купил запчастей нету. И так далее. И поэтому я стараюсь, как бы если говорю что-то, говорю конкретно. Вот сейчас, вот этот нормальный гайковерт. Вот я говорю, нормальный гайковерт, его можно покупать. Запчастей, да, на данный момент нет. Но может быть данная ситуация поменяется даже в декабре. Может быть она поменяется к январю. Может быть она на следующей неделе поменяется. Запчасти сейчас у Интерскола будут. И поэтому, чтобы быть, так сказать, немногословным. Давайте так, если до января, до средины января, скажем, да, до средины лучше января, запасные части на Интерскола не появляются, тогда я в прямом или не в прямом эфире. Ну, короче, я съем гарантийный эталон. Возьму его и съем. Но я уверен, что запасные части появятся. Потому что Интерскола же, ну, по-моему, говорил или нет, по лайфхаку, они хитро стали поступать по поводу сервисных центров. То есть у них сейчас большая лояльность к потребителю. Но также есть еще у них лояльность к торгующим организациям. То есть они продавцам, бывает, такие акции устраивают. То есть продавцу за проданный инструмент Интерскола там какую-то копейку присылает. Там по 500 рублей было, по 300 рублей. Так они даже еще до сервисного центра добрались. То есть, к примеру, какой-нибудь инструмент из линейки Интерскола у вас сломался. Вы приходите в сервисный центр, сдаете его по гарантии. И вам этот инструмент, если делает его мастер в течение двух-трех суток, я не помню, то этому мастеру Интерсколу, не с вас будут брать, Интерсколу, даст бонус. В размере там рублей 300, кажется. Это довольно-таки хитро они поступили. То есть по факту инструмент некоторый, гарантийный, можно сделать без отсутствия запасных частей. Ну, то есть бывает такое. Я как рассказывал, допустим, с калибром была у меня ситуация. Ну, там ситуация у меня тетя просто зацепила. Она пришла ко мне в магазин, триммер ориет. Я вот на всех инструментах видел, она 500 рублей дешевле. Коля, пошли там, то есть все, отдорого я там куплю. Вот она купила этот триммер. Он у нее сломался. Ну, день покосила, сломался. Порвался ремень. Как бы там был стопроцентный гарантийный случай. Принесла с криками, делайте. Вот прямо сразу она говорит, делайте. 45 дней у нас лежал. Хотя те ремни у нас были. Но мы и заказывали. Сначала очередь ждала, пока до этого триммера дойдет. И, я знаю, некоторые уже кто-то собрался строчить комментарии. Эх ты, какой мерзавец. Тетя не мог помочь. Все такие бариги. Понимаете, вы привыкли к такому контенту. Вот когда бомжей кормят. Я уже пример приводил. То есть, знаете, если я сказал, ему тетя там по-быстренькому все сделали, скидку сделали. Тетя довольна. То есть, люди любят доброту. То есть, вы привыкли смотреть туда. Понимаете? То есть, кто-то делает чисто какое-то доброе дело. И вы считаете, что это в реальной жизни такое есть. Но в реальной жизни совсем все по-другому. Я уже объяснял. Но не будет такого. Поэтому я стараюсь вам показывать эту кухню, можно сказать, изнутри, как это все происходит. То, что не надо было. Если бы тетя там не грубила бы, сделали бы, может быть, ей сразу бы триммер. Ну, она погрубила. Все, он лежал. Вот. Понимаете? И сервисные центры рядом с магазином, которые работают, они не для того, чтобы с маркетплейсов, там, со сторонних интернет-магазинов это все делать, открываются по гарантии. Они открываются, в первую очередь, чтобы обслуживать свой магазин. И вот эта вот быстрота обслуживания вся вкладывается именно в цену. Ну, а здесь как бы Интерсколл молодцы. Именно потому, что они сейчас стали заманивать мастеров, чтобы инструмент был сделан максимально быстро. И, кстати, где-то они все в программе регистрируют. И как бы потом им на карточку выводятся деньги. Что еще по данному гайковерту? Обычный нормальный гайковерт. Да, кстати, сейчас по поводу запчастей. Если сейчас кто-то думает, а я вот подумает. Скажет, я вот сейчас куплю этот гайковерт. А если он вдруг мне сломается, что делать? Запчастей-то нет. Вам просто новый дадут. Есть гарантия. То есть он сломался, все. Вот как у нас было. Газон-косилка аккумуляторная. Продали их много. Ну, та, одна там сломалась. И человеку отнесся в сервисный центр. Там электронный блок был. На тот момент электронного... Сейчас он появился. На тот момент электронного блока не оказалось. Человеку мы дали новую газон-косилку. Кстати, он захотел. Говорит, мне она понравилась. Мы хотим ему деньги вернуть. Говорит, мне она понравилась. Говорит, вышлите мне новую газон-косилку. Так же вот стримером было. Ну, стримером там предпродаж какая-то была. То есть мы, когда отправляем инструмент, мы его проверяем. Но человек пришел, он даже им не работал. Ну, что-то, мушная или тряска была, я не знаю. Вот. То есть эта предпродажка, она так же меняется легко. Главное, помните, что сейчас Интерскол, как ни крути, лоялен. То есть это как вот было в 2012 году, когда я вот обслуживал Интерскол уже в те годы. То есть звонили, просто там человек придет, вот в службу поддержки звонил. У него нет ни гарантийного талона, вообще ничего нет. Вот, сделайте все, потом отчет напишите, что я разрешил, все. То есть вот такие моменты были. И сейчас Интерскол так же хочет к этому прийти. А почему он хочет? Да потому что он хочет занять свое место на полках. И поэтому эта компания сейчас максимально лояльна. Ладно, на следующей неделе я буду на Митексе. Может быть даже на стенде Интерскола мы снимем видео. Кстати, можете написать, может быть, какие-то вопросы и ответим, которые будут внизу в комментариях под данным видео. Ну, то есть по новинках не надо, новинках это стопудово. Я у них спрошу, то есть они там будут рассказывать. Но может быть что-то, у кого-то какие-то проблемы были с Интерсколом, где-то в сервисный центр обидел. Ну, тут даже можно и не писать. Позвоните на горячую линию. Там свяжутся с сервисным центром, и этот вопрос решится. То есть, помните, сейчас компания, данная компания, покупателям очень-очень лояльна. И по поводу гайковерта, где его рационально, так теоретически можно использовать. От Камаза колеса он не будет откручивать, от Газели не знаю, от легковых машин он откручивает. То есть мы это проверяли. Даже от крузака откручивал. Аналогичным гайковертом Hitachi мы пользуемся в мастерской. Но он уже как бы так подкрекивать стал. И скоро ему, скорее всего, настанет пенсия. Не исключено, что мы возьмем в мастерскую такой же гайковер. Потому что и 350 ньютонов, вот так нам хватает, крудить там дорожно-строительную технику. Всем, кого понравилось данное видео, подписывайтесь на канал. Удачных вам покупок. Пока.